всем привет с вами комаров виталий сегодня бы хотелось бы с вами поговорить о так называемом общении нас и в особенности наших детей в социальных сетях моему сыну сейчас уже 16 лет и лет в 10 или 12 он уже залез в эту социальную сеть под названием вконтакте если вы считаете что это безопасно и все это нормально вы глубоко заблуждаете заблуждайтесь в этом потому что в контакте как таковое можно найти все можно найти порнуху вот найти все что угодно там одна порнуха это еще не заканчивается вам можно найти все там и если что-то удаляет очень редко но это пол беды самое основное можно сказать геморрой это начинается когда дети начинает между собой общаться общаться они начинают без всяких тормозов у них нет понятия чести у них нет понятия приличия у них нет никакого понятия ни в чем они хамят оскорбляют матом кроют я сам пробовал зарегистрирую зарегистрируется вконтакте под малолеткой этом наслушался и ей честно сказать мне 45-летним мужику если бы такой вот 12 13 летний придурок что-то говорил такое в глаза я честно сказать не сдержался и многие бы не сдержались слушая все вот это дети общаются между собой это в порядке вещей они то что они матом ругается это ладно вконтакте это сплетни вранье оскорбление унижение это все в порядке вещей и то что у нас когда у меня сын начал общаться в контактах у меня было как-то понятие у нас есть те же матери и я же папы всякие тут у нас появляется уже такая категория как и я же семья то есть это люди которые за своих детей заступаются во вся их и все и совершенно не волнует в чем их ребенок прав в чем не прав это прям к их ним детям не подходи их не дети могут творить все что угодно но по отношению к ним этого делать нельзя то есть они могут нахамить кому угодно они подумают переписочку удаляют и выставляют пока своим родителям ответки которые написали и все тут и их не родители начинают уже уже дрызг рвать сметать и все такое с таким родителям разговаривать бесполезно я поначалу как пытался разговаривать но эта стена мы получали все время виноватый результате я принял такую позицию мой ребенок хороший и не подходи все от меня все отстали я не знаю может дебил но вот такую позицию принял или стал жить спокойно дальше то что они там пишут как они оскорбляют это никого не волнует ни учителей не полицию не их них родителей потому что людей родители считают мы сидят они за этой коробкой и сидят и чего они там сделают мы ничего не помещу их не дети безобидный хороший это все нормально когда это начинает выясняться все здесь поднимаются скандалы кошмар что я таким родителям вот обращаем вы включите свой мозг и подключите к своему мозгу хоть немножечко своих детей чтобы они понимали что они вытворяют чего они хотят и на что они нарываются ваши дети я через одного дерутся на эти как их называть на стадионах в оврагах в кустах вы чё думаете что они там за какой-то право что ли не да не просто друг друг козлами назвали в этих в контактах и все у них вот этот начинается кто козел то есть у них выходит все за предел здесь вы считаете что это все это происходит в этой маленькой коробочке нет это там это там все это вылиться они снимают все что угодно вы родители посмотрите за своими детьми вы возьмите в руки их не телефон зайдите в эти в контакт но посмотрите чем они там дышу что они там вытворяют разберитесь с ними нельзя же это такого честно сказать моему ребенка 16 лет я его с 12 лет вдалблю что социальная сеть это просто способ общения это не способ насрать друг друг другу насрать друг другу это бесполезно социальных сетях и не понимаю в чем в этом смысл но они там потирает они пишут что они друг другу ходят в гости плюют срут вот так вот все нормально люди потом это все показывают другим людям те люди ты чему как ты верю их же дети это же ареал честность у них же это все о как то что касается опасности в интернете и этом очень 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 много вы мне поверьте я уже сижу несколько лет социальных сетях и начал сидеть их в этих соц сетях только из-за того что мой сын растет и он внедряется в эту систему и в результате у меня вот есть свой канал у меня социальные сети у меня две с лишним тысячи друзей в одноклассниках 4000 друзей в фейсбуке и в контактах тоже 500 с чем-то что там друзей не знаем в контактах там в основном вся молодежь это возраста 12 до 16 наверное лет точно и вот они все там друг другу друг на дружку срут у них больше ничего нет если у них приморье привык они там делают какие прямые эфиры они просто ставят перед собой телефон и вот они себя показывают все это большая часть такая опасность там следующем это и мне письма приходили и по рассказам других тоже мне один пишет мне мусульман мусульманин зачем ты пишет я этим заинтересовался и стал искать пути к этому чтобы мне это все прислали начал всякие запросы делать провоцирующий ислам вся эта фигня решил выяснить чуть такой был это фейсбуке и со мной человек связывается он якобы мусульманин я не знаю все это начинается хорошо он рассказывает об религии ислама мусульмане какие они там чистые какие-то все это я вот ни в коем случае не хочу кого-то там из верующих оскорбить я делаю вид что я этому подаю еще дадаку и дадаку ему все это да это все правильно да все это хорошо и через коптом через неделю мне буквально приходит письмо мол а как ты насчет того чтобы за защищать мусульманский мир конечно я за мусульманский мир лишь думаю что же будет дальше что его не поверьте он мне пишет следующее письмо мол приезжай в москву на таком такого-то числа на такое-то метро и там будет стоять мужичок который будет набирать на ремонт дороги вот садишься туда тебя отвозят там в сирию или еще куда-нибудь там без разницы ты будешь там защищать мусульманский мир у нас там лагеря специализирована у нас там то все и у нас оружие все вот уже открытым текстом идет то есть ты уже вперед давай заманить замать ее как я там мусульманский мир воюй давай против неверных и то что вы думаете что сирия там или дагестана или еще там что-то там но не имеет значения таких точек у нас вообще оказывается по очень много и везде мусульмане такие вот туда не требуется так что будьте осторожны в этом это это касается и детей пишут они довольно таки грамотно лично у меня создалось ощущение что там сидит хороший психолог который четко по словам обрабатывать человека и независимо от того взрослый или совсем соплякаем это совершенно все равно если вашему ребенку скажем там 15-16 лет его будут обрабатывать до тех пор пока он не сможет туда поехать сам и в результате будете иметь как говорится сын или дочь исламист какого-нибудь который будет воевать против вас неверных вы будете в их ни в глазах не верно это обработать если грамотно обрабатывать человеку он поддается этой обработке я когда начал переписываться я хорошо понимал что мне обрабатывать все вот эту тут буду очень даже с одной стороны интересно дальше что у меня вот было еще такой интересный кобелек забрехал приходят ко мне письмецом от девушки и начинает со мной вести переписку но я думаю все раз будет день просить я вместе женой и вести переписывать с этой девушки жена на все это смотрит мы все ждем сколько же она денег запросить пишемся пишемся ну сколько минут пять и тут такой приходит вот неожиданно ехать не денег ничего не надо было давай подрочим и все мы даже в шоке оказались а когда ты будешь просить наказать и подросить надо было я и конечно все культурно объяснил что сейчас могу типа того женой и дом не жена всегда рядом так как нибудь когда-нибудь так вот так она вот и пропала слава богу дальше может прийти письмо это уже независимо каких социальных сетях это в любых социальных сетях может быть такое вы можете получить следующее письмо девушка такая такая там я так и редакая вся такая она может быть американка она может быть кто угон у нас ведь как-то кого-то каких-то девушек любит больше чем наших российских вот таких девушка приходит я и смысл этого письма был в том чтобы я с ней вступил в переписку по email адресу но я на всякий случай беру завожу совершенно левой email как говорится и с этого мала и просто пишу привет все больше я ответ от нее никакого не получил результат был один потом я даже эту почту и забросил даже связаться с ней и сейчас не хочу это пришло просто куча 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 всевозможной рекламы это тебе там поехать на боли отдыхать и получить бесплатный денег это чего-нибудь наследство какой-нибудь то есть они собирали таким образом собирают базу email адресов ваших и потом верой вероятнее всего они не за плохую сумму это все продают в какой-то там рекламный какой-нибудь агентстве не знаю левой и вот они по этим имел адресом потом рассылает сплошной спам был вот такой то есть почту меня забилось буквально за несколько дней там несколько тысяч писем всякой-всякой-всякой всякой-всякой-всякой хрень они похожи еще не раз ее продали эту базу они и продали на несколько раз это там был что кошмар дальше же приходили такие письма тип того позвони независимо от того плохо там человеку или просто может быть пообщаться хочет может быть любая тематика прийти когда вы туда звоните вас снимает за этой денежку как это происходит например есть какая-то адвокатская контора не они хотят получать услугу за то что им человек звонит чтобы человек не оплачивал когда-то там потом или каким-то картами просто звонок он берет и оплачивает он может стоить там и 50 рублей и 20 рублей и несколько тысяч звонок может стоить вы звоните на этот номер вас адвокат хорошенько консультирует там чем больше он консультирует вас тем больше он загребает так вот такие номера каким-то образом получил попадает в частные руки но естественно им тоже хочется подзаработать и они начинают такую вот деятельность у меня оператор йота на счету как таковое я держу например то что у меня есть и то есть оплаченную услугу у меня вот есть на йоте так она есть там дальше счет может быть 0 или там какие-то копейки у меня там был какие-то копейки я решил проверить свою как говорит связь как она работает взял позвонил туда единственное что я успел сказать привет она привет и все связь оборвалась потому что три секунды у нас в любом случае бесплатно а дальше плата берется и связь просто напросто отрубается вот такая штука если позвоните какой другой связи естественно с вас будут слизывать денежки тем более если их там много а на свой мод говорить обо всем что угодно всяческих всяческих таких ловушек очень многом получал например письмо о получении там наследство но это уже уж пройденный этап чтобы на это клюнь я не знаю но это можно быть чисто каким-то дебилом брить ну как вот можно поверить в то что твои родственника в какой-то африке и да еще по фамилии комаров как как у меня было с именем джек он там помер а наследствием раздать никому и вот вас какой-то хрен вот значит в африке вот такие вот могут оказаться родственники которым который помирает у и которым некуда наследство и вот тебе предлагают ну каким нужно быть в голове я не знаю чтобы купиться вот на это вот то что у тебя там родственник в африке помер и наследство деть некуда ты вот есть вот тебе в половину у меня был 17 миллионов долларов не предлагал так поделиться всевозможная всякая такая фигня в конце всего могу вам сказать будьте поосторожнее и относитесь к своим детям немножко совестью смотрите что они делают в этих социальных сетях не создают действительно большие проблемы даже если на них просто внимание не обращаешь они добиваются этого чтобы это них обращали внимание и не забывайте о том что у вас могут надуть и так и во всяком по всякому вы там людей цель из которых выкачать бабло или что-то или куда-то вас завлечь будешь там ничего не надо и там ничто и никто как таковое ну все наверно спасибо до новых встреч подписывайтесь ставите лайк делитесь этим видео спасибо за ваше внимание